Здравствуйте, здравствуйте! Я Дмитрий Фёдоров. В прямом эфире канала НТВ матч 27 тура. Столичное дерби. Спартак, Торпеда. Спартак ещё имеет шансы на чемпионство. Торпеда может попасть в кубок Интертота, который после изменения формулы турнира стал более престижным и перспективным. Обе команды по ходу сезона имели чудовищные провальные отрезки. Обе команды имеют харизматических лидеров, про которых болельщики говорят, что это наше всё. Титов и Семшов. Обе команды выступают в Лужниках. Это их домашняя арена. О других сходствах и в особенности отличиях будут говорить комментаторы Алексей Андронов и Александр Шмурнов после рекламной паузы. Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. На канале НТВ чемпионат России по футболу. 27-й тур. Совсем немного времени осталось до окончания чемпионата. До того момента, когда определится победитель этого турнира. Медалисты, участники европейских турниров. И сегодня на канале НТВ Московское дерби. Серия очередная. Спартак, Торпеда. На большой спортивной арене Лужников. Я надеюсь, что телеаудитория этого матча будет чуть больше соответствовать его рангу, нежели аудитория зрительская. Для вас работают Алексей Андронов и Александр Шмурнов. Здравствуйте. Да, действительно. В сравнении с предыдущим матчем, который Спартак проводил здесь же, с «Зенитом», неделей раньше, публики поменьше. Любопытно устроено спартаковское фанатское движение. Казалось бы, какая разница, с кем играть, когда команда борется за медали, когда команде самой нужны очки, когда команда интересна во всех смыслах, поскольку это команда развивающаяся. И тем не менее, погода в тот раз была жутковатой, наверное, для футбола. Сейчас неожиданно продолжающееся бабье лето, чуть ли не до ноября добравшееся. И тем не менее, публики вдвое примерно меньше. Именно той публики, которая не относится к фанатскому непосредственно движению, тот сектор-то заполнен почти до отказа. Проминкнул на ваших экранах состав Спартака. Сейчас то же самое сделает состав Торпеда. Ну, а мы начнем через несколько мгновений представление участников сегодняшнего матча. Игорь Захаров рефери. Первый свисток в сегодняшнем матче прозвучал. Помогают ему Михаил Новокшонов и Олег Антошкин. Ну и составы начнем со Спартака. Он сегодня хозяин поля. У него есть некоторые проблемы. Из-за дисквалификации не играют сегодня Владимир Быстров и Радослав Ковач. И из-за травм не участвуют в матче Александр Павленко и Никита Баженов. Вот как выглядит стартовый состав Спартака в воротах бойцах Ковалевски. Номер тридцатый. Седьмой номер Денис Бояринцев. Девятый Егор Титов. Десятый Роман Павлюченко. Тринадцатый номер Мартин Яранек. Семнадцатый Климента Родригес. Девятнадцатый Фернандо Ковенаги. Двадцатый Игнас Дидура. Двадцать четвертый Сантос Моцарт. Двадцать пятый Максим Калиниченко. И двадцать шестой номер Неманья Видич. Ну и еще одна потеря в составе Спартака. Это Сергей Ковальчук, сломавший палец во время последней игры своего клуба. Он сегодня также в матче не участвует. Тренер Спартака Александр Старков. Торпеда Дмитрий Бородин в воротах. Эмир Спахич под первым неожиданным для полевого игрока номером. Пятый Сергей Кормильцев. Восьмой Константин Зырянов. Десятый капитан команды. Лидер. И как многие говорят в торпеды наше все. Игорь Семшов, одиннадцатый Александр Панов, двенадцатый Андрей Панферов, пятнадцатый Джорджи Йокич, двадцать первый Сергей Будылин, двадцать девятый Александр Гейдрих и тридцать пятый Игорь Бурлов. Молодой игрок, входящий в перспективную обойму, будем так говорить, футболистов, которые за молодежную сборную играют. Главный тренер Сергей Петренко. Спартак с мячом, Титов уже у штрафной. Сложно сделать передачу кому-то в штрафную, но есть Бояринцев на фланге, навес и выйдет из ворот Бородин. Спартак постарался с первой же минуты игры установить контроль над мячом. В принципе, ничего неожиданного в этом нет. Свойственная Спартаку во все времена манера. Ну и если рассматривать составы команд с точки зрения исполнительского мастерства, то, мне кажется, Спартак в креативном плане посильнее. Сегодня посмотрим, конечно, какое это отражение найдет на футбольном поле. В первом круге эти команды играли между собой матч. Он тоже был на канале НТВ. И та же пара комментаторов работала на той игре. И тогда Спартак выиграл, что называется, без вопросов. Наверное, без вопросов. Вопросы были у Торпедо в том периоде сезона. Я с тобой не соглашусь, Леша, по поводу креативности сравнения Спартака и Торпедо. Вообще неоднократно приходилось, когда Торпедо в лучшем состоянии. А сейчас оно не в плохом состоянии. Говорить о том, что как раз манера Спартаковской, к которой мы привыкли, она присуща в нынешнем российском футболе больше, чем кому-то ни было именно Торпедо. Ну посмотрим. Действительно, мотивация у Торпедосов, отличие от Спартака, может быть, сегодня не самая высокая. Но это раскрепощает. Бояринцев с мячом зарабатывает штрафно. И первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Игорь Захаров. Так самый молодой Игорь Барлов. Награждает ею, да, Игоря Барлова. Ну, нарушение правил довольно грубое было. Действительно, на скорости, на большой двигался Барлов. И ясно было совершенно, что он мяч не достанет. Сбил крайнего полузащитника Спартака. Один из бояринцев в последнее время не всегда в стартовом составе присутствует. После прихода Моцарта он, скажем так, переместился в направлении скамейки запасных в некоторых играх. Хотя на поле они не являются прямыми конкурентами. Но сегодня ввиду дисквалификации травм бояринцев в основном составе. На верх штрафную Бородин легко этот мяч забирает, как, собственно говоря, и должен был сделать это. Бросает на 60 метров Бородин на Семшова. И здесь тоже фолл. Не знаю, покажет ли Захаров и здесь желтую карточку. Да, это 1-1 по карточкам. 24 номер. Это Моцарт, тот самый, который я упомянул. Опорный полузащитник Спартака. В принципе, к нему были претензии в первых матчах, когда он приехал по ходу этого сезона. Но надо сказать, что освоился. Уже имеющий опыт выступления в итальянской серии А, где позиция опорного тоже очень важна. Как вообще сейчас в мировом футболе. Но в Спартаке было дело, когда опорных чистых и не было. Может быть, это была проблема. Я даже сказал, что колоссальный опыт, имеющий выступление в серии А. Моцарт долгое время играл за команду, правда, не спартаковского формата. За маленький клуб он играл, за Реджину. И там, мне кажется, задача опорного полузащитника все-таки совершенно иная. Потому что в 80% игры для Реджина не владеет мячом. В Спартаке, конечно, гораздо чаще. Приходится это делать. Торпеда пытается правым флангом развить свою атаку. И вот Моцарт в перехвате. Здесь же Климент и Родригес отобрали южноамериканцы мяч у Торпеда. В результате и вперед уже Ниман Иридич играет. Через Калиниченко, который тоже, как и бояринцев, не часто появлялся в последний раз, в последнее время в стартовом составе. Надо сказать, что сегодня не было проблемы выбора у Старкова особенной. Если посмотреть на состав запасных, то можно убедиться в этом. Но ходили слухи о том, что может появиться в основном в составе сегодня Дмитрий Оленичев. Обладатель Кубка UEFA и Кубка Чемпионов. В составе португальского клуба Порто. Но пока Оленичев находится на скамейке запасных. Самый титулованный участник сегодняшнего матча. Пожалуй, самый титулованный российский футболист вообще. ВЫБИЛ ВЫБИЛ ВЫСОКО МИЛЧЕМИР СПАХИЧ. Так вот, в последние годы появилась эта мода на полевых игроков с первым номером. В свое время практиковали это и до сих пор практикуют итальянцы. Где в случае участия их сборной в крупных турнирах чемпионатов Европы, номера распределяются по алфавиру, не по желанию футболистов. Ну, и недавно мы видели гол в Лиге Чемпионов, который забил ОКОФС, футболист, который играл по первым номерам. КАФС. КАФС, да, КАФС, прошу прощения. За Олимпиакос ворота Леона. Лучший гол, кстати, Тура, на мой взгляд, очень красивый он забил. Есть еще, вот в прошлом году играли с партизаном, да, ЦСКА в Кубке UEFA. И там по первым номерам человек играет, причем его первый номер в какой-то мере это все-таки вызов, поскольку он там самый техничный, лидер. Ну, посмотрим, принесет ли удачу Эмиру Спахичу. Первый номер достаточно забавно в качестве превью к сегодняшнему матчу в газете «Советский спорт». Интервью на встречных курсах Спахича и Видича. Ну и Спахич там, отвечая на вопрос о своем оппоненте, сказал, что не знает такого человека, не знаю, не Видич, кто это такой. Думаю, что Видич и Райд за сборку, и в Сити просто не был понят. Пожалуй. Ну, Спахич трудно ему, может быть, сегодня, учитывая, что торпеда должна будет обороняться, проявить себя так, как проявил Катес или как вот тот самый упомянутый в партизане Вукчевич. На половине поля торпеда мяч, Спартак из-за боковой выбрасывает от боярецов. Сегодня единственный играется матч 27-го тура. Все остальные команды выйдут на поле в воскресенье. Вот уже опасный момент. Павлюченко пробил не сильно, впрочем, Бородин мяч спокойно забрал. Сегодня вратарям полегче, все-таки нет дождя уже не первый день, и поле-то это в отличном состоянии. Тем более, что команды, многие жалуются, приезжающие сюда, в таком случае, жаловались. Когда предыдущего поколения еще был газон искусственный, на то, что здесь трудно работать с мячом, здесь совсем другие группы мышц задействованы, но для Спартака и торпеда, которые домашние встречи здесь проводят, никаких проблем на таком поле играть нет. Да, это как раз важное обстоятельство, потому что сегодня играют две команды, привычные к газону Лужников. Ну, а я перечислю остальные игры 27-го тура, которые состоятся завтра. Сатурн-Шинник, Москва-Зенит, Рубин-Крылья-Советов, Амгар-ЦСК, Ростов-Томь, Динамо-Терек и Аланья-Локомотив. Ну и напомню ситуацию в турнирной таблице. Две такие большие двойки образовались. Гомотив и ЦСКА ведут борьбу за первое место. Спартак и Зенит пока за третье. Но игроки и московского, и петербургского клуба уже говорили о том, что рассчитывают еще на очковые потери. Железнодорожников и армейцев рассчитывают вмешаться в борьбу за золото. Посмотрим, получится у них это или нет. Не все зависит в данном случае от Зенита и Спартака. Но то, что они сами не имеют права терять очки, если мечтают о золотых медалях, это факт, что называется, медицинский. Ну и уточню, что 50 очков набрали ЦСКА и Локомотив по 50 и по 46 у Спартака и Зенита. Пожалуй, этими четырьмя командами группа лидеров и ограничивается. У Торпеда 39 очков. Вроде бы задачи локальные, хотя задача одна есть, любопытная. Есть до сих пор определенное такое негласное противостояние между торпедовцами и футбольным клубом Москва, который отпочковался в свое время от Торпеда и уже сейчас стал самостоятельным. И Москва в этом сезоне выше. Сейчас лишь на два очка опережает Торпеда и им еще играть между собой. Так что Торпеда тоже, наверное, не хочет терять очки и вообще, как говорят в клубе, задача такая на сезон. Выиграть все оставшиеся матчи очень просто. Здесь есть еще и пятое место, которое, во-первых, при определенных раскладах дает право сыграть Европе. Правда, судьба российского отношения к Кубке Интертота пока неизвестна. Сверстанный календарь на будущий год имеет пока предварительный вид, потому что еще и чемпионат мира туда надо как-то вписать, на который Россия, правда, не поедет. Ну и какая хорошая атака. Титов ее начинал, кстати, очень здорово. Каминаги не смог мяч остановить после передачи Каминниченко. Но я думаю, что в любом случае за пятую строчку торпедовцы хотят побороться, потому что если будет учтен Кубок Интертота в нашем календаре, то теперь же изменен формат этого турнира. И оттуда 11 команд попадает в Кубок УЕФА. И торпедовцы, в общем, могут рассчитывать на то, что сумеют пройти этот путь. Моцарт, Титов. Чуть не успел. Спахич как раз мяч выбил. Титов и торпеда готова в любую секунду возвращать, что называется, атаку. Идти вперед. Еще ни разу мы не видели ни с одной, ни с другой стороны, чтобы мяч просто был выбит на чужую половину поля. Ну, торпеда малогабаритное нападение сегодня, потому что и Панов, и Гейнрих, и Семшов – это игроки, которые не отличаются мощью и высоким ростом. Посмотрим, как он будет против защитников Спартака, особенно центральных, видичей Дидуэ, легко играть. У Спартака-то более разнокалиберная, скажем так, передняя линия, потому что Павлюченко – игрок мощный, который может за мяч побороться Титов, хоть этим и незнаменит, но тоже довольно высокий футболист в воздухе может сыграть. Что касается торпеды, то, думаю, что шансов в воздушных дуэлях там будет немного. Александр Панов получил желтую карточку, она третья уже в матче, сзади катился, как ему казалось, в мяч. Но очень строг, Захаров, вообще есть арбитры, которые придерживают санкции подобные предупреждения, ограничиваются разговорами, жестами, минуты до 20-25. А сейчас уже на 10-й минуте три желтой карточки в матче. И любое нарушение более-менее жестокое. Захаров карает мгновенно. Торпеда опять внизу. Логично то, что ты говоришь про калибр нападающих торпеды, и логично, что при этом торпеда ведет низовую игру. Это возвращаясь к нашему разговору о созидательных возможностях команд сегодня. Я думаю, что когда есть такие футболисты, как Кормильцев и Семшов, можно рассчитывать на комбинационную игру в любом матче с любым соперником. Было время, и в общем стереотипы они всегда живут, когда торпеда считалась командой мощной. То есть не без изобретательства, но всегда строящий на том, что называется в какой-то мере бейбиги, своей тактикой. Бородин выбил мяч. Хорошо очень развил эту атаку Фернандо Каменаги. Длинные передачи через все поле поперек на Бояринцева. И тот остро вырезал в штрафную. Но до удара поворотом дело не дошло. Дидуро пасует налево. Здесь Клименто Родригес. Как называет его наш маленький Роберто Карлос. Пошел вперед Родригес. И толчком Романа Павличенко останавливает атаку Спахич. Но будет ли удар по воротам? Затянули. Затянули Спартаковцы. Титов там пытался стоя спиной к воротам обыграть соперника. И мяч у него отобрали. И уже контр-выпад торпеда. 3 в 3, наверное, не получится. Но все-таки. С мячом 29 номер. Это Гейнрих. Пока огромный разрыв у торпеды между атакой и полузащитой. Вот только сейчас Кормильцев и Берлок подошли на пас Симшова. А удар-то у него отличный. Ну что, угловой заработает торпеда. Да. Мне кажется, что очень многое будет зависеть сегодня от Кормильцева. Сейчас он не успел по темпу за атакой. И немножко она потеряла в скорости. Сергей Кормильцев очень хороший, очень техничный игрок. Но порой бывает слишком медленно. Вот если сегодня сможет он отыграть на максимальной скорости, то тогда, конечно, в атаке торпеды будет попроще и поинтереснее будет играть. Кормильцеву низком важной скорости показывать максимальной. Сколько распределить свои силы правильно по матчу, чтобы были эпизоды, случились, когда он показал свое мастерство. Ну, я имею в виду скорость в данном случае не скорость бега, а скорость, так сказать, участия в коллективной игре. Почти одно и то же нужно было поддержать, нужно было побежать. Он был не готов к этому и подумал, что трех игроков хватит. Тем более, что там был Семша. Ошибся Родригес сейчас. И потерял он позицию. Вернулся назад Денис Бояринцев сейчас в оборону. И сейчас что-то посмотрел на Родригеса и что-то сказал ему. Но Спартака второй раз уже получается возможность для быстрой атаки. Контратакой не назовешь. В итоге бьет Бояринцев. Пять на пять это уже почти что позиционное наступление. Но в середине поля пока немножечко, если не Спартак выигрывает у соперника, то торпеда отдает. Это была доказанная ситуация с переходом торпеда к атаке. И наоборот. И уже через центр пару раз до линии штрафной торпеда Спартак дошел. На тот момент, конечно, немножко досадным был. Потому что, в принципе, Титов и Климента Родригес разыгрывали мяч очень здорово. Получилось лишнюю передачу сделать аргентинец. Но и Титова пас он не ожидал передать. Титова навалился сейчас сверху на Александра Панова. Нарушение правил. Почти по центру. Где-то метров 22-21, наверное, давали. Да нет, ну что ты. 20 метров это закругление. Это метров 28. Но все равно пробить-то отсюда можно. Есть Константин Зирянов, который стандартно выполняет торпеды. Есть Сергей Будылин. Тоже он пенальтист. Есть Семьшов с Кормильцем. Могут разыграть. Удар Будылина. Королевский. Спахич выбивает мяч в центр поля. Так по прическе чем-то он напоминает Даниэля любое. Ну если помните, да, это игрок... Бывший Парис Энжермен, он и Штутбертер. Титов. Ждал, пока Мяев прикатится ему в ноги. Егор Титов не получил сделать передачу точную на Максима Калиниченко. Калиниченко играет сегодня на правом фланге у Спартака. Мне кажется, что это не на 100% его место. Правда, здесь зависит все от того, какую задачу перед фланговым игроком ставит Александр Старков. Калиниченко, конечно, ни в коем случае не вингер. Несколько раз доводилось его видеть в составе сборной его, сборной Украины на фланге. И там выдающегося впечатления не произведено. Но Спартак играет совершенно другую футболу. Видишь. Поперед поле передачи. И пока бездействует правый фланг. Как раз тот, на котором больше расположился. Но Калиниченко сейчас в центральном круге. На самом деле его действительно тянет. Скорее в центр, потому что он игрок комбинационного плана, и ему нужно пространство. Ну и Спартак привыкли. Ну вот, пожалуйста, Калиниченко с мячом. Хороший, по идее, пас. Ираник успел через правый фланг, кстати, забраться почти в штрафную. И вот они возвращаются на свои исходные позиции. Но сходили, поменявшись, да? Поменяв направление. И тот, и другой в центр. Вообще Спартак, конечно, притягивает к игре через центр. Но я хочу сказать, что еще спартаковцы привыкли в последних играх использовать правый фланг совершенно по-другому. Отправлять туда мяч игроку, который быстро... Сразу же стартует, включает высокую скорость, который способен заработать и зарабатывает очень много желтых карточек для соперника. Именно из-за того, что рвется вперед на большой скорости. Калиниченко в первую очередь все-таки примечателен техникой своей, а не скоростью. Ну, согласись, Спартак команда растущая и видоизменяющаяся постоянно. И сказать, что уже схематичная какая-то игра налаженная нельзя, да? Что есть такие лекала, без которых команда уже ничего не может сделать. Ну, нет быстрого сегодня. Значит, немножко другая игра. И, кстати, чаще мы видим атаки через центр. Порой даже есть претензии к подобным атакам, когда они постоянно... Это было втором тайме матча с ЦСКА, и всех очень удивило. А вот сейчас даже интересно получается раз за разом. А впереди форум достаточно габаритный. И Павлюченко и Кавинаги могут открыться. И вот этот эпизод тому доказательств. Ну, это все правильно, потому что у Торпеды более открытая игра. Особенно в центре поля, нежели у ЦСКА. По сути дела, у Торпеды один опорный полузащитник, и того зовут Константин Зырянов. Это характеристика, что ли? Ну, я думаю, что все-таки очевидно, что в классе уже вступают и Алдонину, и Рахимичу. Родригес здорово прошел. Можно не трогать мяч с Цитову, Кавинаги. Кавинаги, кстати, с Цитовым очень здорово, как все рассказывают. Играют на тренировках, понимают друг друга здорово. И в короткий пас играть умеют немножко удивительно, поскольку Кавинаги приехал из команды, где короткий пас был не в чести из Риверплейта. И вообще совсем другой футболист Фернандо Кавинаги. Мне много доводилось его видеть в матчах за Риверплейт. Ну, единственное, чего, на мой взгляд, ему не хватает в Спартаке, это кавинаглость. Если так можно выразиться. Его собственной игры, которой он привык, когда его все трибуны обожали. Игры в стиле Батистута, если угодно. И плюс амбициозности в участиях вообще во всех комбинациях. Мне кажется, что сейчас для Кавинаги, в общем-то, настало время решающее. Потому что период акклиматизации давно закончился. Таким длинным он быть не может. Вот в время летнего европейского межсезонья у Спартака были предложения по продаже Фернандо Кавинаги. И руководство клуба этого не скрывало. Но Александр Старков заявил, что ему нужен этот игрок. Он хочет продолжать с ним работать. И если Кавинаги не прибавит, не улучшит свою игру, Я думаю, что предложений этих, или во всяком случае таких, по финансовой части, больше не будет. Панов с мячом. Атака торпеда, Семшов рядом. Уже четыре человека. Правда, по-прежнему без Кормильцева. Здесь Игорь Берлок поддержал эту атаку. Как всегда мы там видим Панова, Семшова и Генриха. Но этого не хватило. Спартак, кстати, очень много народу держит на своей половине поля. Вроде бы Спартак владеет территорией, но чуть-чуть опасается все-таки торпеда. Это, наверное, логично. Сейчас еще и подустал Родригес, поэтому последние атаки он уже не поддерживает походами вперед. Павличенко красиво задуманно было, но Кавинаги на шаг, наверное, опоздал. Титов, Титов. Да, Титов, да, Титов это был. На шаг, наверное, опоздал и забрать мне в себе не сумел. Ну, стандартная комбинация, на жаргоне называется забегание. Очень хорошо ее знают и футболисты торпеды, это логично. Там еще здорово, резко, мгновенно прибавил защитник и переделся торпеды. 22 минуты сыгранная, счет не открыт пока в московском дерби. 27-й тур российского чемпионата. Спартак-торпеда на канале НТВ. Да, немножко поярче была у нас игра этих же команд полгода назад. Полсезона назад, так скажем. Но тогда были проблемы у торпеда. Торпеда, как и прошлый чемпионат нынешний, начинала здорово. А потом и кризис снова посетил. Причем совершенно непонятно, какой-то вирус неописан еще. Мне кажется, что с точки зрения людских ресурсов, торпеда все-таки не та команда, которая может, во-первых, пройти без срыва в чемпионат. Во-вторых, если говорить о турнирной таблице, то все-таки торпеда борьбу вот эту с Рубином и с Москвой ведет именно с командами, которые по составу примерно равны. Четыре других соперников все-таки посильнее. Длинная передача, удар Бородин. Ну что ж, прошла еще одна передача с левого фланга. Да, Родригес и бояринцев здесь ведут игру. В отличие от Калиниченко и Ранаке на противоположном фланге. И все моменты, которые были у ворот Бородина, это все, что пришло с левого фланга. Четко сыграл голкипер, кандидат сборной России. Бородин пятился он назад до линии ворот, поймал мяч и спокойно приземлился с ним на газон. Павличенко очень много моментов подобных. Вспомнить матч с Зенитом в первом тайме был похожий. Пока что рост ростом, но игра головой, то что называется, по самым высоким стандартам Бородина, очень низкая. Да, но здесь нужно ведь сказать еще и о том, мы сравнили габариты нападающих, Саша. Можно сравнить еще и габариты защитников. Все-таки даже невооруженного взгляда с самой верхней точки в лужниках. Достаточно, чтобы понять, что в центре обороны у торпеды не такие нужные игроки, как Дедура, и видишь. Дойдет дело до Дедура и видишь, другим словом, до стандартов у ворот торпеды. Тогда, может быть, и будет еще опаснее. Пока Каменаги заработал штрафной, Моцарк у мяча. Сыршов нарушил правила. Но не криминальным образом. Назад отправляет меня Фернандо Каменаги. Я думаю, что, может быть, во многом впечатление от его игры и та критика, которую достаивается Фернандо Каменаги, она базируется на том, что мы чего-то неправильного от него ждем. Дело в том, что те деньги, которые были уплачены за Фернандо Каменаги, они почему-то поселили уверенность в публике, что к нам приехал мессия, который должен стать и Галеодором, и, безусловно, лидером, и все это в одном флаконе. Тут, Саш, наверное, тебе виднее, потому что я Каменаги видел гораздо меньше, конечно, в аргентинской упоре его карьеры. Но тут, понимаешь, какая штука? Кто ждал от него реализации 11,5 миллионов, да, в прямую, с помощью 11-метровых, без половины, например? Тот, безусловно, ошибался. Но мне, в общем, казалось, что Каменаги действительно может гораздо больше. Есть проблема. 20-летний молодой парень. Он... Ему очень сложно акклиматизироваться, поменяв вообще все. И команду, и город, и страну, и быт, и футбольную философию, да. Конечно, я согласен с тобой, что время проверки уже прошло. Но ему, если бы можно было здесь заиграть в ту игру, которая была в Риге, он бы, может быть, стал тем же. Ну, не игрок это Спартака, да, нравится, но здесь все-таки вряд ли 10 остальных игроков будут подстраиваться. Безусловно, ведь, скорее, ему надо подстраиваться. С другой стороны, у Фернандо опасно. Какая ситуация, рядом со штангой пролетает мяч, и угловой еще один будет. Я закончу, пока торпедница готовится его подавать. С другой стороны, у Фернандо не было возможности, сидя на трибуне, есть мороженое, наблюдать со стороны за игрой своей команды. Какая была в прошлом году у Даниэля Карвалию, и какого Карвалию мы видим теперь в этом году. Это сложная достаточно цепочка рассуждений. Ну, ты знаешь, в новой стране, в общем, иногда полезно видеть свою команду со стороны. С листа заиграть удается не всем. Бояринцев, Павлюченко, одно касание была бы передача, хороша. По идее, поднимает руки сейчас Павлюченко, разводит ими. Мне кажется, что он немножко опаздывал, и Бояринцев, в принципе, принял правильное решение. Не знаю, вот в эти же самые ворота неделю назад футболисты Зенита мяч забили абсолютно в такой же атаке. Там слева был Киржаков, нужно было ему делать передачу в касание, и он ее сделал. А справа Аршавин замкнул. В этом и разница между Спартаком и Зенитом. Ну, особой разницы между Спартаком и Зенитом, как мы убедились, нет. Поскольку у Спартака 46 очков, у Зенита 46 очков, на наших глазах они сыграли неделю назад 1-1. Но только с точки зрения цифровых показателей, наверное, особо. А какие еще бывают в футболе показатели? Ну, все совсем разные команды, мне кажется. И давай посмотрим эту атаку. Киржаков бьет не точно. И я думаю, что их сравнивать на финише чемпионата еще и неправильно будет. Потому что у Зенита есть еще один турнир, в котором он принимает участие. И тоже очень важный для команды. У Спартака этого турнира нет. Спартаку осталось сыграть, собственно говоря, 3,5 игры с участием. С учетом вот этой сегодняшней. А у Зенита впереди еще 3 поединка в Кубке Уи-Фа, из которых 2 выездные. Поэтому не знаю, как можно... Я не вижу оснований для отказа от сравнения. Ну и что? Футболисты в Европе по 70 матчей проводят, и никто не плачет. А 2 матча в неделю, цикл. Я не говорю, что здесь нет лишней матчей играть. Длинную передачу делает и не точную. Климента Родригес, Бородин. Выпустиванный за лицевую линию. И ударом от ворота ведет его в игру. Почти полчаса позади. 0-0. При некотором преимуществе Спартака. Я бы сказал, преимуществе в инициативности похода вперед. Ну и в количестве игроков, которые так принимают участие. Вот торпеда мерная преимущество. Торпеда развивает свои атаки пока по принципу как придется. Я, честно говоря, не вижу скелета какого-то игрового. И ярко выраженной тренерской мысли, которую футболисты хотят воплотить на поле у торпеды. У Спартака как раз она видна. Достаточно про Бояринцев поговорить. И про то, как с его помощью начинается на левом фланге атака. Перехвачен мяч. Семьшов не обработал его как следует Сергей Кормильцев. И в момент приема мяча жестко атакует Романа Павлюченко. В современном футболе это так. Павлюченко был самым ближним к воротам торпеды игроком Спартака. И, конечно, рассчитывать на то, что ему дадут спокойно принять и обработать мяч, это уже из области мини-футбола. Джорджа Йогич не получил желтой карточки. Ну, видимо, Игорь Захаров решил сразу показать несколько карточек, а потом тот самый период. А это вот как раз обратная сторона Луны. То есть решительность Захарова сейчас оборачивается против него, потому что если он продолжит показывать карточки в таком темпе, то даже до конца первого тайма в полных составах команда может не доиграть. При том, что никакой грубости такой нет. Бурлов с мячом. Роман Павлюченко свободная зона, но ему тяжело здесь будет развернуться и пробить поворотом, тем более, что сразу Спахич подобрался сюда и мяч отобрал его. Роман Павлюченко угловой. Главой подавать будет Бояринцев. Потянулись защитники. Мощные спартаковские вперед у Игидура. И Видич, по-моему, пошел. Остался сзади сейчас Климента Родригес. И остался Моцар. Неудачная подача. Низом на ближнюю штангу. Такое впечатление, что сил не хватило бояринцев. Парениченко рывок делает, открывается. Павлюченко тоже. И скидка на угол штрафной. А здесь Семшот. Здорово. Моцарт одним касанием перевел мяч на Иранека. Чех замахнулся для удара. Но продолжает комбинацию. Так положено в Спартаке. Знаешь, здорово было бы, если бы Моцарт перевел бы ее на 2 метра вперед. Тогда Иранек на скорости бы получил мяч. А здесь он вынужден был затормозить. Потому что передача была практически поперек поля. И как раз бить у Иранека не получалось. Здорово как Титов. Пятка оставит бояринцу под удар с хода. Да, вот это действительно красивая комбинация. Опять же в спартаковском стиле. Потому что Иранек... И хотелось бы обратить на это внимание. Мяч уходил от игрока торпеда за линию, за боковую. Он схватил его, понимая, что ритм атаки существует еще. И очень быстро все это затеяли. Они сначала с Калилченко, а потом Титов с бояринцем. Ну вот мы видели забегание. Теперь видим скрещивание. Не простые комбинации. Однако простота она кажущаяся. Потому что именно такими комбинациями Спартак привык бороться с чужой обороной. Если это оборона ЦСКА, соглашусь, может быть, нужно было попробовать что-нибудь еще. Дело все в том, что мне кажется, что увлеклись сейчас Титовым два торпедовских защитника, которые оба шли за ним. И никто из них не смотрел на бояринцев. И вообще у Спартака в этом году очень сильно различаются матчи с командами, которые ниже его в турнирной таблице, и с командами, которые выше. Потому что Локомотив и ЦСКА, я в первую очередь о них, наверное, буду говорить, они, конечно, совершенно по-другому играют с точки зрения даже философии в обороне. Им совершенно все равно, Титов это или не Титов. Они не смотрят на имя в данном случае. А здесь два защитника увлеклись, и сразу Бояринцев оказался один, и удар его заблокировать был улетен. Ты думаешь, что Джорджи Йокич со Спахичем читали фамилию у него на спине? Ну, они знают, кто такой Титов. Все-таки не первый день в российском ЧСКА. Просто класса не хватает позиционного, понимаешь? Это все. Кормильцев. Зырянов. Вот быстро. И шесть человек у торпеда в атаке на этот раз. Панов нет в офсайдах. Ближний угол удар. И Ковалевский отбивает мяч. Или что, не коснулся он? Не попал просто Панов? Угловой Панов был. Нет. Панов-то в этом уверен. Странный жест был у Игоря Захарова. Мне, честно говоря, вообще показалось, что Панов был в положении вне игры. Вне игры как раз вот пас Зырянова. На этом повторе мы ничего не определим. Флашовка не поднимал судья. А что здесь? Сорвался немножко мяч. Не пошел так хотел. Панов. И действительно не коснувшись Ковалевски. Очень грубо ошибся Климента Родригес в этой ситуации. Он просто остановился и выключился. Он хотел остановиться именно для того, чтобы сделать офсайд. Я не думаю, что это грубо ошибся. Ну, крайне защитник делал офсайд. Может быть, это не его. Нет. Они должны не должны смотреть, поднимать голову на центральных. Они должны это чувствовать. Одну и ту же секунду все останавливаются. Когда понимают, что пройдет пас и соперник на ходу. Тот, которому пас предназначается. Это все правильно. В данном случае ошибка. Если гол был забит, это, конечно, была ошибка Родригеса. Потому что это был его игрок. Может быть, это была ошибка арбитра. Но надо смотреть. Все раз на повторе. Нам ни разу не показали. Стал ракурс, с которым можно было определить. Офсайд или нет. Бояринцев устанавливает мяч. Вот трибуна болельщиков Спартака. Еще раз повторюсь, не так много их сегодня, как могло бы быть. И как, наверное, должно было бы быть на дерби. Но, что тут говорить, все-таки игры Спартак-Динамо, Спартак-Локомотив, Спартак-ЦСКА не отличаются по своему накалу. И на торпеды, конечно, публике приходит лучше. В том числе и за счет, собственно говоря, болельщиков торпеды. Но дело не в болельщиках торпеды. Я не беру сейчас зенитовских, которые здесь были, на совсем других трибунах на прошлом матче. Спартаковцев, болельщиков Спартака было в полтора раза больше. Ну, Саша, конечно, у Санкт-Петербурга это серьезный раздражитель. Так вот непонятно, зачем нужен раздражитель, когда команда претендует чуть не на первое место. Родригес, панов. Вот опасно, а не почувствовал, не понял Павлюченко. У него мяч, и это уже прострел, удар через дефис, но через оборону торпеды непроходящих. И нарушение правил там было со стороны Павлюченко. Прихватил он соперника за футболку, уже возвращаясь с чужой штрафной. Отвыкли, отвыкли, Саша, спартаковцы от лидерства за последние годы. И очень хорошо, на мой взгляд. Ну, так хорошо было бы, если бы это привело к подъему зрительства. Это приведет к подъему рано или поздно. Вот сегодня действительно не очень понятно, почему так мало народу. Ехал на матч, я полагал, что как минимум столько же будет народу. Просто потому, что погода гораздо лучше. Ну да ладно. А что касается лидерства Спартака, то нынешняя позиция, вот третья, четвертая, за четыре тура до конца, это очень хорошо для Спартака. И мне перед началом сезона казалось, что если начнут абсолютно голословно говорить о выигрыше чемпионата и будут мерить шансами на выигрыш чемпионата успешность работы, тогда добьются все того же восьмого и девятого места и прозябания. А если будут нормально, методично работать и относиться к команде, как к команде растущей, в Спартаке, в его среде, я не говорю там о болельщиках, президентах, все вместе, тогда, может быть, могут быть и медали, может быть, главное, что может быть реальная команда. Вот так произошло по второму пути, и это приятно. Потому что были ведь разговоры о Стасове, да, о том, что нужно менять. Потому что я сейчас не хочу в данном случае оперировать слухами, но делать вид, что их не существует, тоже будет неправильно. Ходят, ходят в футбольные тусовки разговоры о том, что Александра Старкова может в данной ситуации выручить, что ли, только завоевание чемпионского титула в этом году, а иначе Спартак будет искать себе нового тренера. Если это будет действительно так, то, мне кажется, это будет слишком буквальный подход руководства Спартака к процессу. Потому что все последние тренеры Спартака, они начинали и заканчивали одним и тем же. Они получали не ту команду, с которой хотели работать. Потом получали игроков к ней, а затем, ну, в частности, это с Невер Скалой было в первую очередь. Затем не успевали с этой командой поработать, потому что принималось решение с ними расстаться. Ну, я далек сейчас от мысли оценивать как-то умение Старкова по этому сезону, но факт заключается в том, что для выстраивания Спартака после того кризиса, в котором он был, одного года недостаток, безусловно. Перехватил мяч Бояринцев, Моцарт, снова Бояринцев. Хорошая была фотография, где они рядом, а вообще одно лицо абсолютно, близнецы. Моцарт и Сальери? Моцарт и Бояринцев. Бородин с мячом успокаивает защитников, но я не думаю, что на самом деле они в этом сейчас нуждаются, потому что, в принципе, торпеда играет довольно спокойно. Ну, как красиво. И, если Спартак закончится со счетом 0-0, то после перерыва потребуется что-то новое от Спартака, потому что пока торпедовцы, в принципе, справляются. Были опасные моменты, но нельзя сказать, что Спартак разрывал соперника. Что характерно, если Спартак закончится со счетом 0-0, то и торпеда с тем же счетом. Но торпеда все-таки больше вторым номером сейчас играет Кормильцев. Не поверил ему и ранок. И правильно сделал. А теперь не поверил Видич. А Генрих остался неподалеку от Ковалевски. Видимо, получил повреждение нападающий торпеда. Пока Ковенаги. Разворот. Павличенко здорово в дальний угол. Через дальний, но через ликошет прямо в Бородина мяч прилетел. Вот здесь хорош Павличенко бывает. В скоростной, в резкой игре. И даже бывает момент, когда ему и партнер здесь без надобности. Нарушил снова. Дедура, да, налетел на Панова. Полтора раза выше. Литовец. Все-таки Панову, как и торпеда в целом, мне кажется, немножко не хватает мощи. Нужен. Нужен игрок, который впереди может зацепиться за мяч и не упасть при этом. Неважно, было нарушение правил стороны соперника или нет. Нужен, ну, образно говоря, свой вам не створой. Навес. Хотя бы для подобной ситуации. Воздух, да, бессмысленно, потому что один-единственный был Роман Павлюченко. Там не у кого было ему выигрывать этот воздух. Кормильцев. Забегание. Это Будылина, да. А Панов получил мяч с задней стороны. Смотри, правого фланга вообще нет у торпеды сейчас. Просто нет. Панов бы и рад был туда продолжить атаку развить. А он ушел в центр пердов, который мы там неоднократно видели. Вот он возвращается мимо Панова. Пробегает сейчас. Ну, прием, который мы в современном футболе видим постоянно. Если команда перешла в позиционную атаку, а соперник большими силами вернулся назад. Ну, резкий разворот атаки с фланга на фланг. Растягивание, защита. Так это и было у торпеды сейчас. Да, но игрока-то не было. И в итоге все потянулся сначала на тот фланг. Растянуться не успел. Нет, может быть, то, что ты говоришь о структуре игры торпеды в атаке, оно верно. Потому что, в общем, четкой, какой-то продуманной мы не видим. Бородин застрял, да, на своей линии. А потом пошел вперед, понимая, что, конечно, заберет. Мурлов набирает скорость. И Калиниченко останавливает его снаружи. Желтая карточка. Это должна быть желтая карточка. Конечно. Это Игорь Захаров сам такой ценз выстроил в начале матча. Показав за аналогичное нарушение желтую карточку Моцаркова. Не знаю, зачем Титов сейчас пошел разговаривать с арбитром. И о чем, по-моему, вопросов этот эпизод вообще не должен никаких вызывать. Это понятно, да. Что касается торпедовской атаки, может быть, имея Семшова и Кормильца, совершенно необязательно иметь жесткую кристаллическую структуру в нападении. И ведь торпеда очень многих обыграла. Ты говоришь, что Спартак с командами, с которыми вынужден был играть вторым номером, весь сезон играет неудачно. Игра вторым номером – это не для Спартака. А торпеда готова и к этому. И торпеда, пусть и не в самом лучшем состоянии находящийся локомотив, просто обливает в легкую. Не показывая по-прежнему никакой структуры. Да, с другой стороны, если вспоминать два матча с ЦСКА, которые практически подряд были сыграны, ни в том, ни в другом у торпеды не было ни одного шанса на приемлемый для себя результат. Просто потому, что это как раз единственный был соперник у ЦСКА в нынешнем сезоне, которого армейцы задавили просто. Теряй, не теряй! Теряй, теряй, теряй! Давай, Игорь, открывайся! Период сезона один на другой не приходится. Тоже согласен. Игорь, открывайся! Сейчас прозвучала команда с тренерской скамейки. Открылся Егор. По всей видимости, адресовано Барлоу было. Расстрел. Спец Пахич. Ну да, сомнительно, чтобы со скамейки что-то указывали Симшоу, да? У Симшоу, по-моему, нет проблем с тем, чтобы открываться. Жестко шел ногой на завершение Фернандо Ковенаги и травмировал Спахича в итоге. Но это игровой момент. И понятно, что оба стремились к мячу. Думаю, что здесь у торпедоцов не должно быть никаких претензий. Ну что, близится к концу первый тайм. Пока не открыт счет. Понятно, что со зрительской точки зрения может быть главные два матча в российском чемпионате, которые все-таки больше отношения имеют именно к розыгрышу чемпионского звания. Будут сыграны завтра. Посмотрим, как благодаря заветам Сергея Ивановича Овчинникова локомотива ЦСКА через кубок УФА потренировались и подготовились к играм против Аллани и Амкара, соответственно. Ну, я думаю, что... Это нормальное полуэпатажное заявление. Да, Овчинникова, безусловно. Я бы даже сказал, обыдельное. Значит, никакой пагубы в том нет, чтобы оценить неудачный результат таким образом. Это просто крупится оптимизма. Не более того. Да, проиграли локомотив ЦСКА, причем на своих полях в Москве, Испаньолу и Марселю. Ну, команда, надо сказать, не последовала. Играли. Я, кстати, думаю, что... Ну, в локомотиве немножко другая ситуация. А ЦСКА это поражение вовремя потерпел. Ну, ЦСКА группа-то достаточно простая. Кубки УФА, я думаю, что задача все расстает, из нее выйдет, задача решает. Это то, что три первых места выходят. Минут с небольшим, наверное, и добавит, что Захаров, поскольку были остановлены. Захаровки играть, но темпа того, что мы видели в середине тайма, сейчас у игры почти нет. Ну, может быть, вот Берлов. Однажды он обогнал Родригеса, а сейчас обыграл. Еще и Моцарт рядом. Вот и Кормильцо подключили. Зырянов. И даже слева есть игрок у торпедо. Вот это как раз разворачивание атаки хорошее было с фланга на фланг. Да, вот абсолютно спартаковая комбинация. Прости, пожалуйста. Навес штрафную. Там выбит мяч. Ну, собственно говоря, все. Атака закончилась. А здесь Павличенко. Мчатся ему там на помощь Титов, Калиниченко и Ковенаги. Ковенаги мяч получил. И Калиниченко отсюда Максим может пробить. Поперечный пас Бояринцев. Не получается сегодня у него удары. Уже не первый раз вывели. Тогда Титов сбрасывал пяткой. Сейчас комбинация-то хороша. И пока здесь передавали мяч. И Ковенаги нашел вариант с переводом на Калиниченко. Бояринцев поддержал атаку. В этот момент уже, кстати, чуть ли не преимущество было у Спартака. Численное. Ну, и надо сказать, что в этот момент, в отличие от ситуации, когда Титов мяч оставлял Бояринцеву, в ногах у Дениса уже был защитник. Одну минуту добавили судьи. К времени первого тайма 20 секунд уже позади вот этой минуты. Я хочу сказать нашим зрителям, что когда раздастся свисток Игоря Захарова, пожалуйста, не увлекайтесь сразу приготовлением чая, косы и прочих сопутствующих футболу-напитков. В перерыве у нас интервью эксперта, которым будет выступать в прошлом нападающий Спартака Сергей Юран. Семшов. Обзор снеигры. Ну, и, пожалуй, это все, что мы видели в первом тайме. Может быть, выбьет мяч Ковалевский. 0-0. Скорее всего, выбьет. В этот момент прозвучит свисток. Я думаю, так будет. Да. Ну что ж, 0-0. Я думаю, что все-таки с точки зрения содержания игры первый тайм был больше в пользу Спартака. Но для того, чтобы забить что-то, нужно придумывать спартаковцам, потому что явно голос в содержании игры пока не вытекает. Дальние удары бояринцева, это, конечно, хорошо, но они сегодня не идут. Пока, во всяком случае. Ну, а у нас в перерыве интервью слово Дмитрию Федорову и Сергею Юрану. Если они уже готовы, то мы тоже готовы это слово передать. Сергей Юран, в прошлом нападающий московского Спартака, молодой специалист, выступает экспертом в перерыве нашей трансляции. Сергей, получается, что торпеда отдала инициативу, но тем не менее опасных моментов было примерно поровну. Ну, я думаю, что это тактическая, грамотная игра торпеда, потому что играть первым номером против Спартака, я думаю, это было бы тяжело, и поэтому торпеда использует контратаки, довольно опасные, имели голевые моменты, Панов обязан был забивать. Так как, я думаю, и для зрителей... Это самые опасные моменты, считаете? Я думаю, да, потому что были полумоменты, а реальный момент, который, ну, практически стопроцентный, конечно, Панов обязан был забивать нападающий. А что подвело его, как вы считаете, как форвард? Ну, я думаю, скорее всего, не ожидал, что именно так он как бы вывалится, как есть такой термин, в штрафную. И, может быть, было два решения, потому что или направлять в дальний угол, или в ближний. И, как правило, когда два решения у нападающего, то, ну, и не получается. Поэтому вот и в концовке так и получилось, чтобы Панов не попал просто в створ ворот. И, в принципе, у Спартака были, ну, полумоменты, можно сказать. Конечно, по движению Спартак, мое мнение, что превосходит торпеда. Но я думаю, что это естественно. Торпеда как бы отдает инициативу на свое половине поля, встречая Спартак и старается использовать и контратаки. Вот забавно. Спартак владеет инициативой, больше контролирует мяч. Середина поля в целом за Спартаком, фланги. Но при этом можно сказать, что стратегически торпеда выиграла первый тайм, потому что она играла вторым номером, она создавала моменты, создавала остроту и не пропустила. В принципе, так оно и получается, что если брать голевые моменты, то у торпеда был реальный шанс. Но в том-то и заключается, вот, и тактические действия команды, вот, и тренера торпеда Петренко, в том, чтобы выбрать именно правильную тактику против, естественно, я считаю, что сильнее Спартак, в принципе, и по подбору игроков, даже в премьер-лиге. То есть очень приличный подбор игроков, которые обязаны, естественно, занимать призовые места. И поэтому, естественно, Петренко правильную тактику выбрал. То, что сыграть в открытый футбол против Спартака на искусственном поле, я думаю, это самоубийство. И поэтому, и по первому тайму видно, что тактически, я думаю, что Петренко переигрывает. Срабатывает тактика, да. Срабатывает план Петренко. Спасибо большое. Это был Сергей Юран. После рекламной паузы продолжим нашу трансляцию. Ну, еще до рекламной паузы блок интересных моментов. Из первого тайма в основном атаке Спартака запомнились. Удар Павличенко после навеса Бояринцева. Бородин хорошо мяч забрал. Снова Бояринцев. На этот раз рикошет и мяч у Бородина. И еще раз Денис бьет выше ворот. Но при этом самый опасный момент, и в этом я согласен с Сергеем Юраном, был создан торпеда. Вот он как раз, это удар Панова. И в еще одном, наверное, с Юраном нужно согласиться. В том, что у Панова было два решения. Ближний и дальний угол. Он сам так до конца и не пределился, что ему делать. Вернемся через 10 минут. На телевизионном канале НТВ продолжается прямая трансляция с большой спортивной арены Олимпийского стадиона Лужники. В Москве сегодня очередное московское дерби. 27-й тур чемпионата России. Спартак-торпеда после первых 45 минут игры. Счет не открыт. Вместе с вами, помимо двух вышеуказанных команд, на канале НТВ Александр Шмолнов и Алексей Андронов. Только что видели мы статистику. 19 нарушений. В принципе, довольно интенсивная игра. Есть какие-то давно сложившиеся границы рамки. 35 нарушений за матч. Это значит, матч был достаточно интенсивный. Мы видели 19 в первом тайме. И сразу 4 желтые карточки. Многовато игры Захаров. Сразу с первой минуты начал наказывать команды. Но жесткой игры по-настоящему не было. И главное, что немножко не хватило вот этой самой интенсивности в середине поля. Может быть, это проблема торпеда, которая не предлагала Спартаку контр-игры, отдавала территорию. Но хотелось бы все-таки, чтобы игра была чуть-чуть поддинамичной. Огромный баннер развернули сейчас болельщики Спартака. На мой взгляд, явно совершенно уцелевший с прошлой игры. И на той игре текст этого баннера был, видимо, более актуален. В России одна столица, в Москве одна команда. Есть еще один баннер, который, я надеюсь, что наш режиссер в сегодняшний день ошеления нам покажет. Дело все в том, что 23 года назад здесь, на стадионе Лужники, во время матча Спартака с Харлемом, случилась трагедия. И баннер как раз посвящен памяти тех, кто погиб и пострадал во время давки на трибунах. Хорошо, что болельщики, что современное поколение болельщиков об этом помнят. И я, вот общавшись перед этим матчем с представителями Спартаковского лагеря, знаю, что оценили они появление аналогичного баннера памяти во время матча ЦСКА. Это Марсель на армейской трибуне, вечная память. Надо сказать, что спартаковцы сами, футболисты, тоже, не знаю, как назвать, называют это мероприятие. В общем, эту сборку священную тем событиям посетили. И фактически в полном составе, что, в общем, серьезный шаг. Ну, конечно, конечно. В футболе есть разные страницы. Забывать как-то о них и делать вид, что этого в нашей истории не было, потому что это была другая страна, это неправильно. Да нет, ну а как забыть? Я, например, был на том, что несложно забыть, я просто на другой тренинг был на этот момент. Замена произошла одна в составе Торпеды. Сейчас мы будем вам представлять составы команд. Начнем с спартаковцев. Пока у них, по-моему, перестановок никаких нет. В воротах Войцах-Ковалевске 30-й номер, 7-й Денис Бояринцев, 9-й Егор Титов, 10-й Роман Павлюченко, 13-й номер Мартин Яранек, 17-й Климента Родригес, 19-й Фернандо Ковенаги, 20-й Игнас Дедура, 24-й Моцарт, 25-й Максим Калиниченко и 26-й номер, внимание, видишь? Главный тренинг Спартака Александр Старков. Торпеда Дмитрий Бородин, 22-й номер в воротах, центральные защитники Амир Спахич, первый номер и Джорджий Йокич, 15-й. На левом фланге обороны сегодня играет Сергей Будылин, у него 21-й номер. Справа под 12-м Андрей Панферов, дальше уже ближе к полузащите на том же фланге 35-й номер молодой Игорь Берлов. Кстати, неплохое впечатление в первой половине первой тайма оставивший. Сейчас вообще здорово отобрал мяч у Егора в стол. Дальше. Сергей Кормильцев, пятый номер. Играл, да? Вместо него вышел Юрис Лайзенс. Игорь Семшов, десятый. Константин Зирянов, восьмой. По сути, опорный полузащитник. Единственное связующее звено, пока связывающее не лучшим образом оборону и атаку. И впереди Александр Гейрих, 29-й, 11-й Александр Панов. Главный тренер Сергей Петренко. Игорь Захаров, его мы уже упомянули, после перерыва обслуживает этот матч. Помогают Михаил Новокшунов и Олег Антошкин ему. Ну вот, Саша, видишь, случилось как раз то, о чем мы говорили. В первом тайме не хватило Кормильцева. И принял решение Сергея Петренко убрать его с поля. Главой сейчас зарабатывает Будылин, Торпеда. Ну а я пока расскажу уж, раз мы поговорили о расстановке Торпедо. Спартака, она, в общем, классическая. 4-4-2. Родригес на левом фланге обороны. Геранок на правом центре Дидура и Видич. Полузащита справа больше действует Калиниченко. Опорный Хабек Моцарт под нападающими Титов. Слева Бояринцев. Впереди Павлюченко и Ковеноги. Будылин с мячом снова. Лайзенс. Очень неплохо Гейнрих обработал мяч, но на нем, что называется, на ноге у него сидели уже полтора-два защитника. Ну, здесь спокойно контролирует мяч. Илья Спахич. Ну, выход Лайзенса, который запросто может усилить и так называемую опорную зону, и при этом и в атаке поучаствовать, думаю, как раз это наше ожидание оправдает. В смысле, взаимной динамики игры. Ну, а Спартак, победа ему нужна больше вроде бы, хотя Торпеда с этим совершенно не считается. Локомотива насколько была больше нужна победа, когда Торпеда выиграла 3-0? Ну, а там вопрос был в том, хватает ли ресурсов. Мне кажется, что вот мы говорили в первом тайме применительно к Фернанду Ковеноге, что сейчас время проверок прошло уже. То есть время аккорематизации прошло, уже наступило время настоящей проверки. В принципе, такие матчи, вот так складывающиеся, это время проверки для тренерского штаба Спартака. Многие говорят о том, что Александру Старкову не хватает смелости, что он затягивает с заменами, что он боится обострять игру. Мне вот, например, по содержанию игры кажется, что Спартаку имеет смысл выпустить Пьяновича и сыграть в три нападающих, учитывая то, что Ковеноге может отойти поглубже в середину поля и на подыгрыше немного действовать. Посмотрим, ситуация требует от Старкова какого-то вмешательства в игру. Ты знаешь, количество нападающих еще далеко не всегда прямым образом определяет активность игры в атаке. Тут ведь Спартак с его пристрастием к тому, что мяч держат в середине, может очень много и потерять. Кого-то из полузащитников придется заменить. Но пока торпеда с мячом, Зырянов пошел вперед. Лайзенс открылся и тут же закрылся там тем временем Александр Гейнрих. Семшов не очень заметен, согласитесь, в этом матче. Относительно нормальную его игру. Лайзенс с мячом. Сразу выдвинулся на него защитник, но у Лайзенса хороший удар, и мы об этом знаем. Мне кажется, что из Спартаковской игры выпадает Максим Калиниченко сегодня. В большей степени, чем кто-то другой. Сейчас он выпал из единоборства с Лайзенсом, помогавшим ему Джорджем Йокичем. Сбит от дыхания Калиниченко, нужно некоторое время, чтобы подняться с газона. Но структурно, конечно, проблема Калиниченко в том, что действительно у него нет позиции. И справа на фланге он не играет. Когда смещается в центр, может быть, не всегда готовы к нему партнеры. Ты знаешь, вот я сказал в первом тайме про то, что Калиниченко неубедительно в сборной Украины выглядит на правом фланге. И несмотря на то, что Спартак и Украина играют совершенно разный футбол, Калиниченко выглядит одинаково. Не на своем месте. В одно касание Титов на Бояринцева остановил тот мяч Климента Родригес. Хотел мягко пробросить себе же на ход. Бояринцев удар руглавой. А проблема Калиниченко заключается в том, что его место в Спартаке занято Титовым. Место центрального атакующего полузащитника. А в сборной этой позиции не существует вообще. Потому что, имея Шевченко, Украина играет без атакующих хаосов. Во всяком случае, в центральной зоне. По угловым пока Спартак отстает, что вроде бы удивительно. Но вот сейчас сравнялись. 4-4 Бояринцев. Очередной раз невнятный навес сделал. Давление нужно усиливать на защиту торпеда. Пока она справляется. Но посмотрим, какие ходы будут у Александра Троевича Старкова. Хороший ход был сейчас у Кавлюченко. Ковенаги спиной стоит к воротам. Калиниченко. Возможности не дадут здесь ударить его. Угловой заработал, да. В резерве у Спартака сегодня вратарь Зуев. Пьянович, Рубин, Оленичев, Парфенов, Рябко и Енче. Думаю, что болельщики, конечно, ждут Оленичева. Моцарт подает угловой. И неудачно это делает. Как и у Бояринцева. Слетает мяч с ноги. И предъявляется где-то метрах в десяти от ворот. Низом причем. Лайзен здесь спокойно пропустит мяч. Я поясню, что я сказал про Оленичева. Потому что все-таки, ну, это такая харизматическая фигура. Да, если брать сегодняшний Спартак, то проводников к его победным временам, по большому счету, в команде два. Это Оленичев и Титов. Калиниченко тоже повыигрывал с Спартаком. Но он был тогда все-таки еще очень молод. Ну, тут вопрос в проводимости, да? Проводник проводником. А что он может провести? Ведь харизма сама по себе не играет в футболе. Да, вот есть еще Дмитрий Парфенов в резерве. Тоже после всех своих травм. Да, человек с регалиями, со значительными. Ну, на уровне нашего чемпионата. Чисто отобрал ночь Панов. Парфенов, Будылин. Заиграл Моцарт и не подсказал ему никто из партнеров, что сзади подбегает Панов. Это как раз не ошибка бразильца. А здесь как раз должны коллеги по команде помочь ему. Ну, и Лайзенс получает мяч на левом фланге. И у Торпеда, похоже, складывается позиционная атака. Никуда латвийский легионер не торопится. Играет с Семшовым. Семшову очень часто приходится отходить назад. Слишком даже часто. И мяча он там не находит. Потому что середина поля у Торпеда играет невнятно. Иранек. Пас на Павлюченко. Рядом с ним защитник и не один. Ну, и на крыльях. У Калиниченко Иранек. Оставил мяч у себя Спартак. Иранек и тоже тянет. Центр Моцарт тем временем. Открыл Ститов. Ковенаги отсюда пробить. И пробил-то как. В штангу мяч попадает. Вот это удар Ковенаги. Это его игра, напоминающая о футболе в Риверплейте. И вот это как раз то, что я имел в виду. Ну, говоря о возможности отодвинуть Ковенаги чуть-чуть назад из передней линии. Он может хорошо здесь сыграть. И то же самое, что я имел в виду, говоря о Ковенагисти. Ну да. Нужно брать что-то на себя. Я не знаю, Саша, обратил это внимание или нет. Но вот сейчас два эпизода подряд были в середине поля. Сначала Калиниченко, а затем Моцарт. Стали останавливаться полузащитники Спартака. И перестали играть без мяча. Может быть, где-то оказывается усталость. Нужно, на мой взгляд, вмешиваться сейчас в развитие этой игры. Пока не вижу я, чтобы Спартака кто-то готовился войти в игру. А тем временем 10 минут уже отыграли после перерыва команды. Кстати, если говорить о плане на игру, то он был понятен, был очевиден, когда Спартак играл с Зенитом. Сегодня ты говорил об отсутствии структуры четко продуманной линии в атаке торпеды. То есть Спартака, может быть, чуть понятнее, но не намного ведь. Но мне кажется, что все-таки очень большую роль играет отсутствие сегодня Владимира Быстрова на поле. Дело не в том, какой он гениальный игрок, а дело в том, что он быстро влился в команду. И Спартак очень интенсивно его использовал. И сегодня его нет. Нет, по сути дела, игры правым флангом у Спартака. И нет быстрых проходов полузащитников вперед. Мы уже говорили на эту тему. Нельзя делать ставку на какое-то одно звено. Но это важное звено, которое выпало. И мы можем на примере других команд посмотреть, что происходит, когда столь активно участвующий в командной игре футболист по каким-то причинам не выходит на поле. То же самое происходит, например, с «Зенитом», когда не выходит кто-то из пары Аршавин-Киржаков. Моцарт пас на Титова, остановил мяч Егора. Подключение, как всегда, Бояринцева. И сразу туда смещается защитник торпеды. Это Панферов, 12-й номер. И помогает, естественно, Берлов ему. Здесь на фланге они сложный, наверное, самый сложный участок в обороне торпеды. Это их правый фланг. Я думаю, что сложнее всего сейчас тем, кто играет против Ковенаги. Потому что из всего состава «Спартака» аргентинец самый непредсказуемый, конечно, игрок. Даже Титова все прекрасно знают и прекрасно представляют себе, что от него ждать. Лайзенс. На левом фланге он получает мяч, но это не позиция Юриса, конечно. И тем не менее на него довольно сложно сложилась карьера в России. Потому что Лайзенс, попав в команду, вместе с которой он выигрывал, вынужден был из нее потом уйти. По понятным причинам. Просто элементарно не было игрового времени. Он не попадал в состав. В лучшем случае выходил на замены. В конце концов ему это надоело. Обратив внимание на Ковенаги, он вполне возможно желтую карточку получит сейчас. Но потеряв мяч в центре, он пробежал за развитием атаковской торпеды, следя назад метров 30. Там мяч отобрал. И еще раз потеряв, еще раз рванулся вот это единоборство. Слишком жестко. Но этот завод как раз очень даже показателен. И аргентинец в общем старается. Я по-прежнему считаю, что ему не хватает взаимопонимания. Вообще понимания структуры этой игры. И может быть никогда и не хватит. Но то, что он в этом не виноват, это же упущено. Да, как гласит старая русская поговорка. Не тот виноват, кто рожь на крыше сеет, а тот, кто ему помогает. Пытался пробить издали Лайзенс. Но по-моему даже сам не верил в то, что удар этот достигнет цели. Торпеда все лучше и лучше контролирует мяч перед штрафной Спартака. И уже один раз в первом тайме был момент, когда Панов мог забить. Пожалуй, это вообще был самый опасный момент за первые 45 минут. Ну, то была контратака, согласись, да? А здесь уже торпеда потихонечку осваивается на чужой половине. Может быть, действительно уход кормильцева, ухт Лайзенса повлияли. А может быть и то, что... Осмелели торпедовцы. Да, просто осмелели. Что Спартак сверхъестественное ничего не предлагает. Все время мы видим и опорных полузащитников в атаке. Зырянов. Красиво Титола сейчас обыграл на замахе. Ну, а здесь передача совершенно беспроспективная. Павлюченко оступился и очень далеко был от Лича. Ну, вот и Саша придется... Игра нас возвращает к предматчевым высказываниям. Понятно, что не могли позволить себе игроки Спартака и Зенита отказаться от борьбы за чемпионское звание. Но пока только на словах, по-моему, это присутствует по игре. Сложно об этом говорить. Зенит-то здесь не играет. Да, Зенит завтра мы увидим. Но я, естественно, говорю о Спартаке, а у вас он перед ночью глазами сейчас. Александр Старков крупным планом. Повезло немножко торпеда. Семшов и перевод налево, где Будылин во втором тайме практически по всей бровке играет. Забегание удается. Зырянов. Хороший навес. Нет, не попал в ворот Панов. Мне казалось, что мячу просто деться некуда. Это Гейнрих. Нет, Гейнрих, по-моему, упал там в борьбе. А Билт и Панов. Ну, мне так показалось. Сейчас посмотрим на повторе. Ну, да, честно говоря... Нет, Гейнрих, Гейнрих согласен. Но, честно говоря, казалось, что мячу вообще не будет деться. Панов за спиной у него. Да, это Александр Гейнрих. Игрок сборной Узбекистана. Тоже, кстати, примерно та же судьба у меня, что и Лайзенс. Ну, Гейнрих все-таки молодой игрок, в отличие от Лайзенс. Тоже ушел на СЦСК, поскольку перспектив особенных нет. Вот и вторая опасная атака торпеда. И это уже было еще ближе к голу, чем то, что показал Панов в первом тайме. Тревожный звонок для спартаковской обороны. Ты понимаешь, что спартакская оборона такова, что хоть в набат бей, вряд ли ты ее перестроишь, в конце концов. Но спартак на обороне-то и не играет. Спартаку, чтобы от таких моментов застраховаться, нужно больше атаковать самому. Но если мы вспомним «Зенит», который мы постоянно сегодня вспоминаем, то об обороне тогда думалось меньше всего. Они, в конце концов, кожаков Варшавины взяли и все перевернули, использовав одну нерасторопную, так скажем, игру оборонительной линии. Калиниченко в стиле Роберто Карлоса Финт показал. Пас на Ковенаге, тот открылся и вовремя, и готов был, если бы не успех Людылина. Очень здорово в втором тайме Сергей играет. Готов был уходить в штрафную. Главой сам аргентинец пошел выполнять. Мы помним, как неудачно подавал Сапфанда Моцарт. Сапфич подставляет голову, мяч вылетает из штрафной и вылетает вообще с пола. Ну что характерно, опять с адресата не было. Это угловое, да? Там какое-то оживление, наконец, на спартакской скамейке. Пять Ковенаги. Время уходит у Спартака. Да нет, время у Спартака еще придет, Леш. Зенита завтра сложный матч в Москве с футбольным клубом Москва. Но если Зенит, допустим, завтра одержит победу, а этот матч закончится мячью, то Спартаку кроме себя винить некого будет. И я думаю, что потеря очков сегодня, она, конечно, уже поставит крест на мыслях о чемпионстве со всем. Назад сбрасывает мяч Калиниченко на Иранека. Ответную передачу получает. Очень просто пытался сыграть Максим. Здесь два соперника было перед ним. Это Будылин и Лайзенс. Мяч в итоге отобрали. Здесь Видич втапканый в газон Танова. Все больше нервничает Старков. Все больше снует по технической зоне. Рукой толкнул. Внимание, Видич. Соперника. Странный пас Зеленова. Да, вот насколько все-таки отличаются матчи в первом круге, да, когда четыре мяча мы увидели. Тогда дважды Павличенко и Ковач отличились у Спартака, который сегодня не ушел на поле за дисквалификация, как и Владимир Бостров. А у Торпеды отличился Волков, который пропустит не только конец нынешнего сезона, но и начало следующего. В игре с Сатурном он получил двойной перелом и уже был приоперирован в Моткенской больнице. Так что на этого игрока Торпеды рассчитывать уже в нынешнем сезоне не приходится. Состав запасных Спартака уже прозвучал, да, называли. Сейчас Семшов с мячом, посмотрим. Может быть, очень опасно. Здорово, Родригес. И позицию занял. Встретил. И не пропустил Семшова, да, встретил. Энар Ягер, Дмитрий Кудинов, Андрей Степанов, юный Павел Мамаев, о котором много говорят, как о продукте собственной школы. Вратарь Илья Абаев. Лайзенс уже вышел на поле. И Евгений Луценко. Луценко, кстати, забил один из мячей ворот Локомотива в том матче, как и Торпедо. В какой-то мере неожиданно, для многих неожиданно, кто не слишком регулярно следит за чемпионатом, обыграл лидера тогдашнего. Подбирает мяч Ковенаги. Вот если задаваться вопросом, кто сегодня самый полезный игрок, то я думаю, что это, конечно, без вопросов аргентинец. Он не только подобрал мяч, да, у своей штрафной, но он же потом и получил передачу от Калиниченко и вперед пасовал на Павленко. На Павлюченко. На Павлюченко, прошу прощения. Ну, тому неудобно было бить, и, к тому же, Павлюченко еще и правила нарушил в борьбе с Эмиром Спахичем. За руку он прихватывал. Первого номера. Торпеда. И вот разговор некоторый на повышенных тонах. Немножко загнали в угол. Оборону Спартака. Торпедовцы вынудили видеть, чем выбить мяч, куда попало. И попало торпедовцам. Но здесь перехват Родригеса. Очень хорошая скорость. Неточная передача. Ковенаги успеет. Нет, Спахич в последний момент. Исправляя собственную же ошибку. Все-таки мяч отбрасывает вратарю Лениченко. Вот, кстати, главный кандидат, наверное, на титул самого полезного игрока в составе торпеды. Это Эмир Спахич. Нет, так, конечно, к воротам не пробиться. Не исключено. Хотя мне очень нравится Будылина в втором тайме. И как мы видели на ближнем к нам краю поля слева от нас атаки Спартака. Через Бояринцев в первом тайме. Так, через Будылина, которым уходит помогать и Зырянов, и Сумшов. Все приходит к воротам Спартака. Любопытно. А это Рубин. Андрей Рубин. Партнер Юриса Лайзенса по национальной сборной Латвии. И экс-подопечный Александра Старкова по той же национальной сборной Латвии. И нынешний подопечный его по Спартаку. Но Рубин больше играет в нынешнем сезоне за Дуба. Не знаю. На фсайт был момент первой самой передачи. Не знаю, стоит ли нам какие-то советы давать Александру Старкову. Но если о моих ощущениях говорить, то это совсем не по замене, которую я жду. Я не знаю, правда, в каком состоянии находится Пьянович. И тем более в каком состоянии Оленичев, давно не игравший. Играть, Рома, играть! Вперед, Спартак, скандирует трибуны. Но со скамейки запасных прозвучал воздушек «Играть, Рома, играть!» Возвращенный эсистер Павлича. Да, завязла немножко игра в втором тайме. Нам казалось, что первый немножко не оправдал ожиданий, но то ли еще будет. А сейчас уже непонятно, что будет. Уже переходит в ту стадию игра, когда от случайностного зависят. Монфарт. Ну, спиной он развернут с черенбородом, поэтому через защитников играет. Пошел вперед Родригес, Бояренцев. И опять все это очень просто и предсказуемо. Ну, почему довольно оригинально по направлению была передача, потому что просматривался короткий пас поперек поля. Сколько мы их видели таких вот передач по направлению именно в первом тайме. Привыкла защита торпеда, уже знает, как играть. Нужен взрыв, нужно что-то неожиданное. Ну, вот, например, гол Максима Калиниченко с 40 метров. Сумасшедший совершенно удар. Вот, ты знаешь, от неестественного до сверхъестественного. Один шаг. Потому что казалось, ну, что он делает? Куда он бьет, да? И вот начну полететь на пустую трибуну, заворачивать к таблу. Или просто достаться Бородину. А получилось, что это один из лучших голев чемпионата. Да, ну, это вот как раз то, чем Максим Славин. Он, по-моему, чуть ли не все мячи в своем нынешнем сезоне забил дальними ударами. Гол выдающийся, безусловно. Ну, здесь даже не выдвигался защитник торпеда, потому что не верил, что удар может быть. Да, Бородин ничего особенного не ошибся, на мой взгляд. Бородин разгуливал далековато от ворот. Вот мяч над ним пролетел, и в сетку он влетал, уже опускаясь. Но гол просто шедевр. Браво, Максим Калиниченко. Это не отменяет, правда, впечатления от его сегодняшней игры. Но в втором тайме получше стало. Все-таки стало получше. И несколько комбинаций мы видели, что он там завел игру и подтягивал защитника к себе и ранок. И в центр смещался не так бессмысленно, как в первом тайме. Но все равно игра отдельно, гол отдельно. Вот так вот запомнится. А уже до фазы игры, когда игра отдельно, результат отдельно. Торпедовцы сразу отвечают заменой. Павел Мамаев уже готов вступить в игру. Стоит на бровке. Этот гол для них действительно как ушат холодной воды. И кого меняет Мамаев? 35-й номер. Игорь Борлов уходит с поля. Бородин все продолжает разговаривать с воротами и причитать по поводу пропущенного этого мяча. Ну вот я говорил о том, что нужен взрыв, нужно что-то неожиданное в этой игре, потому что она начинала, так сказать, клониться в сон сама и склонять нас. В роли будильника выступил 25-й номер Партака. Игорь Борлов уходит в номер 28. Партака, который сегодня на поле, он в наименьшей степени игрок стартового состава. Ну, в последнее время еще Дидура порой оставался на скамейке. Связано было с тем, что Ковач здорово играет в середине обороны. По-моему, Оленичев пришел и сейчас будут готовиться к тому, чтобы войти в игру. Павлюченко оттолкнул Йокича. И у Торпеды еще одна замена. Евгений Луценко сейчас выйдет на поле под 48-м номером. Нападающий. Ну, а Павел Мамаев отличает Игоря Берлова. Все-таки игрок менее привязанный к функции, к позиции. И вообще ему прочат в Торпедо приход на смену Симшоу. О трансфере которого постоянно говорят уже в последние годы. Ну, Юрий Мишин сегодня, генеральный директор Торпедо, в интервью Спортэкстресса попросил в очередной раз закрыть тему Симшова и оставить рассуждение Санкт-Петербурга на эту тему. Потому что Малуа все время сватывает Игоря именно в зиму. Симшов тем временем передачу сделал на фланг. И оттуда навес на Панова. Здесь, конечно, против Иранека. Видя Чейдидура Александру Панову сложно. Но угловой Торпеда заработала. Спартак смело выбивает мяч на угловые сегодня, потому что не боится никого в составе Торпедо. Буквально, я говорю, на втором этаже. 5-5 счет по угловой. Ну вот разве что Спахич. Собственно, ему мяч и достался. Отскочил Титова. Тот его не обработал. А Лайзенс не смог сделать передачу. Ну, совсем другой футбол мы увидим. Как бы не хотелось продолжения спартаковским болельщикам. После забитого мяча, но слишком важны очки. И не так много времени играть. Штарпеда не та команда, которую задавить нужно. Готов уже выйти на поле. Луценко выходит вместо Александра Панова. Который подустал. 15 минут. 16 даже, как минимум, у Евгения Луценко есть. И сейчас посмотрим, кого заменит Олейничев. Вообще, он много играл на правом фланге. То есть, Который Личенко. Вместе Который Личенко. А ну, торпеда замена. Вместо Александра Панова. Номер 11. Но Который Личенко совсем другой сейчас уровень настроения. Да, после забитого мяча. И вряд ли его менять станет. Нет, меняют Романа Павлюченко. Это значит, что Спартак остается с одним нападающим, которым будет Фернандо Ковенаги сейчас. Ты советовал как раз наоборот все сделать в начале. Но счет тогда был 0-0. Немножко удивлен Павлюченко. Я советовал не оставаться с одним нападающим. Выпускать третьим. Правильно, наоборот. Ну и овации, конечно, встречает Стадион Олейничев. И приятно видеть его на поле. Играет Дмитрий Олейничев. Самый титулованный, как Александр совершенно правильно заметил, футболист России, выигравший с португальским клубом Порту и с тренером Жозе Мауриньо. И кубок Уэфа. И финал Лиги Чемпионов. И забивавший из том и в другом финале. Ну, Читов видит, Захаров, что капитан Спартака, капитан Торпеды сбил мяча. Стоп сразу руки поднял, извиняясь, побежал Сумшова внимательно. Порядок выходов с трибуны. Интересно, что вот каждый раз, как только в прессе принимается тема Сумшова и сборной, даже внутренне как-то так настраиваешься на то, чтобы повнимательнее за ним посмотреть, попробовать что-то преломить на сборную, перенести. Но вот из сегодняшнего матча ничего не перенесешь. Ну, сейчас сборная, наверное, разговор, они не слишком актуальны, увы. Ну, ты знаешь, мне вот, например, кажется, я, может быть, сейчас секунд на 20 отвлекусь от течения матча, тем более, что мяч вышел за пределы поля. Мне кажется, что у нас опять торжество неправильности сейчас происходит, потому что мы чего-то ждем. Юрий Семин пообещал к концу октября определиться со своим будущим. Ну, давай представим себе, что он, допустим, покидает сборную, и мы начинаем искать иностранца. Последние туры чемпионата – это как раз то, где у него есть возможность увидеть всех игроков в действии. А если он у нас появится, то появится он в ноябре, а разбираться в ситуации, дай бог, начнет к маю, когда наши команды начнут играть в свой нормальный футбол на нормальных полях. Мы опять потеряем время. Зимшов не проходила эта передача, и очень спокойно отбил мяч именно с Дедура. В «Спартаке», кстати говоря, вчера был праздник, 24 года, и исполнилось, внимание, Видичу. Пока не похоже на то, чтобы команда купила ему галстук. Но не похоже на то, чтобы он сам слишком сильно праздновал. В обороне, в центре обороны «Спартака», в общем, серьезных проблем сегодня нет. Ну, Видича один из, безусловно, лучших игроков российского чемпионата. Не случайно он постоянно играет в стартовом составе сборной своей, которая пробилась на чемпионат мира. Ну, а тут не одна из сборной, которая пробилась на чемпионат мира, и игроки, которые здесь представлены. Спахич. Подтолкнул ее в последний момент на Садидуру. Аккуратно, но не садимся! Вокруг отриграет! Не садимся, командует Старков. Предлагает не отдавать территорию торпедо. 10 минут с небольшим до конца матча. Ну, 12, плюс добавленное время. У «Спартака» мяч Климента Родригес. Идет, играет на Бояринцево. Совершенно спокойно себя чувствует Ковенаги в роли единственного, одинокого. Нападающего. Лайзенс. Олег Климента Родригес. По ногам от Оленовича получил, да. Правила, желтая карточка. Напрасно. Дима, на мой взгляд, так жестко атаковал в середине поля. Он вышел сейчас практически на позицию правого опорного правозащитника. То есть на место, на котором вообще никогда в жизни не играл. В мире, будем говорить, скорее о переднего опорного церкви. Сейчас Моцарт играет ближе к самим воротам. Ну, скорее всего, Оленович просто опоздал. Накладка, накладка была. Опять Спахич выиграл. В верховую борьбу. И он же пяткой переводит мяч в штрафную. От Калиниченко мяч срезается. От его ноги не летит, правда, в створ ворот. Да, были опасные моменты у Торпеды сегодня, но помнишь ли ты, чтобы Ковалевский заслужил все какой-то оценки? Ну, вот и ПЗОК. Ну, да, и ПЗОК. Так же представитель сборной, которая пробилась на чемпионат. Украина, Сербия, Польша, кто еще? Ну, Бразилия, Аргентина. Но Бразилия, Аргентина это не представители сборной. Если не будет сборной. Мок и Гейнрих рассчитывает на выступление. Да, какая досадная там ситуация, если кто вдруг не знает. Сборная Узбекистана в переходных матчах, коллекционных, стыковых, играла с командой Бахрейна, которая явно узбекской сборной по зубам выиграла 1-0. И еще там незабитые пенальти, несправедливый год. Так вот, решили из-за этого пенальти переиграть матч. Нет, пенальти как раз был... Пенальти был не перебит, скажем так. Ну, да. Ну, японский судья украл тогда результат в итоге. Ну, японский судья украл результат. По сути, решение FIFA довольно странное. Переиграть матч повторный закончился на поле сборной Узбекистана в ничью 1-1. А потом команда Бахрейна дома отстояла нулевую ничью. И пошла дальше. Правда, еще не на чемпионат мира. Там продолжение банкета следует для команды Бахрейна. Чудесная пара, из которой выйдет участник чемпионата мира Бахрейн, Тринидад и Табага. От России в этой кампании не будет точно. Ну, кстати говоря, если мы уже говорили о странностях, то не менее странным было требование Федерации футбола Узбекистана почему-то засчитать поражение Бахрейну со счетом 0-3 по итогам того матча. Лучше тогда сборной Японии было засчитать поражение со счетом 0-3 в каком-нибудь матче, потому что японский судья какой-то ерунда. Кстати, мы забыли еще про Ирану, который может поехать. Может, но еще не поехал, да. В стыковых матчах сборная Чехии сыграет так, как может. Кстати говоря, в нее вернулся Павел Недовик в сборную Чехии, если кто не в курсе. Возможность сыграть на чемпионате мира делают, видимо, фантастические вещи. Возвращаются все, кто может и кто не может. Зидан, Тюрам. Куалевский с мячом. Хорошую передачу сейчас Спахич делал на Лайзенсе, просто вовремя не понял идеи. Куалевский очень сложная конкуренция в сборной Польши. Во-первых, ежедудок там есть. Во-вторых, есть еще голкипер, который в Шотландии играет. Основной вратарь Селтика Адам Бороц. Ну, судя по всему, заявка только в Олевске попадет. Ну, если все будет в порядке. Это по кого угодно, того же Зидана, про Нальвине, можно сказать. Если будет в порядке. Титов отобрал мяч, перехватил. И тут же сделал передачу налево на Климента Родригеса. Оленичев в одно касание угловой. Можно попробовать самому Оленичеву выполнить угловой или разыграть. Нет, опять Бояринцев. Пока что интересных навесов острых мы в исполнении Дениса не видели сегодня. Ну, а у Спартака готовится еще одна замена. Пьянович сейчас появится на поле. Ну, и все-таки сейчас Довратарский добил Бояринцев. Оленичев остался на подборе. Ну, что характерно, высокий Неманевидич не пошел на этот раз в чужую штрафную. Все-таки Спартак в большей степени сейчас. Уже за 7 минут до конца регламентированного времени. За 10 минут до конца матча. Думает о том, чтобы не пропустить. Хотя Старков и командует со скамейки. Не садится, не отдавать территорию. Торпеда с мячом. Анхеров. Торпедовский пошел вперед. Но Спартаковского мы уже не увидим. Павел Мамаев. И неточная передача. Моцарт. Оленича такой мяч не догнать. Лайзенс. Развернул Титова. Так вот в борьбе с Титовым Лайзенс регулярно выходит победителем. И опять Егор апеллирует к судье. И совершенно напрасно это делает. И совершенно заслуженно получает карточку сейчас от арбитра. За разговоры. Ну сбил Моцарт, конечно, соперника. Титов в целом был недоволен ситуацией. Немножко не справился с нормой. Главное до Родимовщины не довести. Моцарт пропустит следующий матч. Это четвертая желтая карточка. Не будет он играть против Шинника. В следующей игре. Ну и надо так полагать, что вернется на позицию опорного хавбека Ковач. Который как раз здесь полегка от судьбы. Ну а Дидора сегодня сыграл вполне нормально в паре. В связи с чем, собственно, эта пара была основной по ходу чемпионата. Тут серьезной перестройки никакой нет. Эмир Спатнич действительно один из лучших игроков. Но вот Титову показали желтую карточку. А Моцарт в итоге нет, да? Да. То есть Титов был, что у Моцарта 4 желтой карточки сейчас я посмотрю. За сам... С программой. А, дело в том, что у Моцарта карточка была и его пожалел судья. И сказал удалять. Правда, там не очень опасный был грубый фолл. Спатнич разыграл этот мяч с партнером и Джорджи Йокич. Кстати, партнер его не просто по команде, но по центру обороны. Торпеда в полном составе атакует. И даже как-то принято при стандартах не оставляет около центрального круга хотя бы кого-то из крайних защитников. На вес опять Спатнич, но выпрыгивает и выше Дидура. Будылин. Не точно. У Моцарта ничего не пропустят. У Моцарта в первом тайме была третья карточка. Так что будет играть не против Шенка. Ну да, собственно говоря, если бы она была четвертой, она была бы и красной. Янович выйдет на поле вместо Фернандо Кавенаги. Ну, замена, которая читается. Было бы странно, если бы сначала оставив команду с одним нападающим, затем Старков снова выпустил бы второго. Ну что, времени совсем немного остается. Четыре минуты плюс то, что добавит Игорь Захаров. Одинной «Спартак» впереди в матче 27-го тура чемпионата России по футболу, который вы смотрите на канале НТВ. Ковалевский бежит на него Евгений Луценко. Спокойно поляк дожидается. Забирает мяч в руки. Снова кладет его на газон. Он умело тянет еще и время Ковалевский, конечно, в этой ситуации. Да, торпедовцам остается вспоминать вот эти два момента. Они реализованы по новому в первом тайме Гейнриху во втором. И корит себя за расточительность. Много что придется вспоминать. Ну, это прежде всего. Семьшов рукой подыграл себе. Еще раз напомню, что сегодня играется лишь один матч 27-го тура российского чемпионата. Все остальные игры состоятся завтра. «Сатурн» — «Шинник», «Москва» — «Зенит», «Рубин» — «Крылья» — «Советов», «Анкар» — «ЦСК», «Ростов» — «Втомь», «Динамо» — «Терек» и «Овани» — «Локомотив». Ну, «Спартак», похоже, выходит вперед в противостоянии с «Зенитом» за третье место. Ну, отчего же выходит вперед, пока ничего не меняется? Пока, пока выходит вперед. Ну, а если уж говорить о том, что произошло на эту минуту, то «Спартак» приблизился на минимальное расстояние к лидерам, к первому месту, имея 49 очков. А такого, наверное, с «Спартаком» не бывало очень давно, если не считать его лидерство там после шестого тура или там десятого, что было в прошлом чемпионате. Это все несерьезно, не та фаза чемпионата. Здесь действительно «Спартак» ведет борьбу. Ну, насчет борьбы за золотые медали по-прежнему я вот предпочитаю не то, что не говорить и не думать. Особенно говоря о «Спартаке». «Спартаку» сейчас нужно ощущение своего присутствия в лидерах. И то, что проиграли, неудачно вообще сыграли все матчи с прямыми конкурентами в этом сезоне, просто подтверждает, что следующие амбиции уже, следующего порядка «Спартаку» пока, в общем, проявлять нет смысла. Но получится, получится прекрасно. Хотя мерить только чемпионством сейчас результат Старкова и «Спартака» вообще, голубочий Старин. Есть еще зона Лиги чемпионов, которая составляет первые два места. И учитывая то, что «Спартаку» в последнем туре играть с локомотивом, об этом задуматься можно. Опаснейшая атака, но увлеклись передачами. И последний пас Родригеса был уже совершенно не нужен. Последний пас Родригеса, а как еще? Что нужно было бить? Можно было бить поворотом. С почти милевого угла? Нет, ну он делал передачу Пьяновича просто неточную. Хотя атака в стиле «Спартака» может быть против подуставшей, уже потерявшей привычную четкость оборонной торпеды прошла просто блестяще. Ну, у «Спартака», кстати говоря, если мы вернемся к теме борьбы за высокие места в нашем чемпионате, у «Спартака» и перед локомотивом, и перед «ССК», и перед «Зенитом» есть преимущество в свежести, потому что «Спартак» играет в два раза реже. Меньше устают игроки, меньше повреждений каких-то получают, потому что у остальных клубов постоянно кто-то из-за травм важные матчи пропускает. Ну, локомотив вообще Евсеева отпустил отдохнуть чуть-чуть. «ССК» оторвали и не играл в последней встрече. Что тут происходит? Снимание, видя, чем что-то случилось. Ну, задел ему по ноге Гейнрих, вышел «Серб» за пределы поля. И все, кстати, очень быстро сделал, не пытался, время тянет. Там получается. Сам его судья предупредил, что затяжка времени может дорого обойтись. И догнал уже, вернувшись на поле, видишь Зирянова. Навес, штрафную. Клемента Родригес через центр выбивать вообще-то не рекомендует. И правильно сыграл Клемента Родригеса. Хорошо, что для него хорошо, что кто-то из торпедовцев не оконулся первой на мяче. Три минуты добавлено. Из них 20 секунд уже прошло. Ну что, если получат право торпедно-угловой, интересно, пойдет ли Бородин в штрафную? Я думаю, что, как и любой вратарь, он при счете 1-0 себя винит, безусловно, в пропущенном мяче. И вина его в нем действительно есть. Безадресная получилась передача у Семшова. У кого там не было. Не поняли они друг друга с Семшовом. Но Спартак никак не может взять мяч под свой контроль. Постоянно его теряет. Спахич, Семшов. Минуту сыграли команды. Побежит в контратаку Спартак. Не вдвоем, втроем, а всей командой. Можно было бы, но сорвал передачу. Бояринцев, да, вот Моцарт рядом. Они Семшов, отсюда даже пробить уже можно поворотом. Но налетает Моцарт. Потянулся, кстати, Захаров в кармашку. Потом вспомнил, что это Моцарт. Может быть, и пожалел бразильца. Потому что, если бы он желтую карточку достал, то за ней пришлось бы доставать и красную. Но Бородину здесь делать нечего вроде бы. Стандарт. Ты просил угловой. Но он идет. Он уже миновал центральную линию. За пределами центрального круга, ближе к чужим воротам. Просто пока в качестве тренера. В повторе мы видели, что очень некрасиво повел себя Игорь Семшов. Замакнувшись локтем на Моцарта. Ни вниматель, ни судья. А то и сам Семшов мог бы здесь получить желтую карточку. Кто будет бить? Может быть, Бородин сам? Посмотри, он там же в 7 метрах от мяча. Ну, рекомендации по поводу того, как обмануть Ковалевский. Да просто поговорить, поучаствовать. Это же, похоже, последний просто эпизод в матче. Один из. Еще 50 секунд в любом случае играть после этого эпизода. Зырянов удар. Ковалевский забрал мяч. По сути, впервые в матче, по-настоящему вступив в игру. Да и то проблемным для вратаря этот момент, этот удар не назовешь. Перебросил стенку Зырянов. Ну, мяч шел точно по центру ворот. Шанс был у Зырянов, если бы он попал в их край. Тогда может быть. А так, практически, можно даже говорить, что он прилетел в руки Ковалевский, который занял правильную позицию. Спахич. Еще есть секунды какие-то у Торпедо, но надо уже длинную передачу туда, вперед. Нет, углового не будет, которого ты так ждал. И, может быть, ждал Дмитрий Бородин. Да, его ошибка после удара с 40 метров Максима Калиниченко, видимо, стала результативной. Оленьчев, Титов, по старой памяти, хотели короткий комбинат все разыграть. Должен быть финальный свисток в эту секунду, да. Игорь Захаров фиксирует победу Спартака со счетом 1-0 на Торпедо в таком внутрилужниковском дерби. И Спартак выходит на чистое второе место на эту секунду, в третье место, прошу прощения, отставая всего лишь на очко от Локомотива и ЦСКА. И удаляясь на три очка от Зенита. Ну что ж, поздравим Спартака и его болельщиков с победой. Сложной, трудной, натужной даже. Но три очка есть три очка. Красота, она потом уже для ценителей. И, наверное, можно отметить, Саша, что наш дуэт для Спартака оказывается удачным в этом году. В матчах с Торпедо принесли мы шесть очков в красно-белом. Посмотрим сейчас, чей дуэт у Бровки поля состоится. Там Дмитрий Федоров ждет кого-то из представителей кого-то. Да, Александр Старков. Статистика матча на ваших экранах. Обращает на себя внимание 38 нарушений в этой игре. Слово Дмитрию Федорову. Оксан Петрович, вот ведь как забавно получилось. Спартак пытался играть комбинационно, а в результате результат принесла не коллективная игра, а просто индивидуальное мастерство Калиниченко, который, кстати, не лучший матч, наверное, провел. Вы знаете, я думаю, что это выдающийся матч для него, поскольку это украшение, этот удар украшения игры. На самом деле он работает над этим на тренировках. И это его, так сказать, козырь. Ну, а я, в принципе, я рад победе. Была ожидаемая тяжелая игра, поскольку торпеда обладает очень хорошими исполнителями, несмотря на молодость их. Я очень рад победе и в то, что мы продолжаем борьбу за медали. Спасибо вам большое. Чемпионская гонка продолжается. Ну что ж, верила публика в Спартак сегодня в этом матче и дождалась своего. Вот он, единственный гол, который был забит в матче Спартака и торпеда в 27-м туре чемпионата России. Феноменальный удар Максима Калиниченко. Ну и похоже, что этот гол, этот матч, как квинтэссенция сезона Спартака, ничего особенного Спартак не доказал и не показал в этой игре. Но результат-то есть, а это, наверное, в современном футболе самое главное. Главный конкурент «Зенит» играет завтра. Прочие конкуренты «ЦСКА» и «Локомотив» тоже играют завтра. Но нам остается попрощаться, поздравить Спартак с победой. Денис Ушулинин нашего режиссера с дебютом на основном канале НТВ. Александр Шмурнов и Алексей Андронов для вас работали на канале НТВ. Не теряйте оптимизм и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok